Почти у половины школьников врачи диагностируют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата. 40% призывников не в силах выполнить физкультурный минимум. Печальная статистика, по словам специалистов, говорит о том, что нужно возрождать систему ГТО. Соответствующие стандарты скоро будут разработаны в Приднестровье. В Республиканской кадетской школе-интернате их сдача уже введена. По указанию министра внутренних дел ПМР Геннадия Юрьевича Кузьмичева, мною была введена в РКШИ сдача нормативов ГТО, заинственная Российской Федерацией. Для того, чтобы более полно узнать, оценить объективно физическое развитие наших кадетов. 158 кадетов в течение недели пробовали свои силы в сдаче спортивных нормативов ГТО. Неудовлетворительную оценку получили единицы. Большинство справилось на хорошо и отлично. На тренировке мы в полную силу работаем, но зато потом, когда сдаем какие-то определенные нормативы, на соревнованиях участвуем, нам намного легче, потому что здесь нам дают усложненные одни нормы. А, например, соревнования или те же нормы ГТО, там гораздо нам легче сдавать уже. Кадетские тренировки проинспектировал начальник Республиканской госслужбы по спорту. По словам Ивана Тимотина, для физического развития мужчины важна не только легкая атлетика, но и различные виды единоборств, которым в кадетской школе уделяют большое внимание. Иван Тимотин отметил, после таких результатов привлекать кадетов к различным видам соревнований, как республиканского, так и международного масштаба, будут чаще. Валентин Васильев по материалам пресс-центра МВД.